Отличный камень. Будет красиво, как в Санкт-Петербурге, уверяют подрядчики. Еще бы, именно оттуда, прямо на Большую Покровскую, фурами привозят вот такую гранитную брусчатку и плитку. В городе Наневе ей выложены все набережные и главные площади. В Санкт-Петербург приедете, вы увидите, что набережи стоят десятилетиями. Во-первых, это долговечность, это эстетика, это красота, которая будет подчеркивать ваш город. Сейчас на Покровке демонтируют старую брусчатку. Параллельно с этим уже укладывают и новые плиты. Особенно красиво она будет смотреться после дождя. После дождя будет выглядеть по-другому, темная. Всего уложат 15 тысяч квадратных метров гранитной плитки. Но это только половина Большой Покровской от трамвайных путей до площади Минина. Второй участок в сторону площади Горького пока не ремонтируют. Сейчас готовится проект реконструкции. Все дело в том, что только на первый участок ушло 170 миллионов рублей. Деньги эти федеральные по программе формирования комфортной городской среды. Так что пока на реконструкцию всей улицы денег не хватает. А вот театральная площадь вернется в прошлое и будет выглядеть примерно как в начале 20 века. Кстати, историческому виду города при реконструкции уделяют особое внимание. Например, на площади Минина предполагается разместить карту старого города Нижненовгорода для того, чтобы все могли ознакомиться с теми границами старого Нижненовгорода на момент основания. И, соответственно, в дальнейшем, уже двигаясь в сторону площади Горького, знакомиться с достопримечательными элементами, с историей как города Нижненовгорода, так и самой Большой Покровской. По договору о выполнении работ эта реконструкция должна закончиться в ноябре. Строители говорят, что в сроки уложится. Им даже погода не помешает. Будем надеяться, что к началу зимы половина Покровки обновится.